Татьяна Апарина, 38 лет. Профессиональный иркутский дайвер. В 2015 году совершила рекордное погружение. Опустилась на 156 метров вглубь озера Байкал. Процесс занял около двух часов. Я начала заниматься дайвингом с 1998 года, когда первый раз попробовала так называемое ознакомительное погружение за руку с инструктором на Канарских островах. Тогда это было просто как развлечение в отеле. Но меня это настолько захватило сразу, что после этого погружения я решила пройти курсы и уже начать заниматься профессионально. В 2002 году я первый раз нырнула на Байкале. И после этого я решила, что я больше не хочу ездить в Египет, я хочу нырять только на Байкале. То есть настолько это было красиво, захватывающе и очень интересно. Я увидела вот эти стенки, пейзажи, меня они очень захватили. Мне все время хотелось посмотреть, а что же там ниже, что же там глубже, как же там красиво, насколько это. Я, естественно, шла постепенно, с 2002 года постепенно ныряла, 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 увеличивала глубины. И 156 метров это не было каким-то специально поставленным рекордом. То есть для меня это было абсолютно естественное желание просто опуститься ниже и посмотреть, что же там еще. То есть если бы мои возможности, мой опыт позволял погрузиться глубже, я бы, наверное, погрузилась еще глубже. Я была одна под водой и все баллоны, которые мне нужны были для дыхания, я несла с собой. То есть у меня было около 8 баллонов и по мере изменения глубины я сама меняла эти баллоны. То есть в свете фонаря я видела, что стена вдоль которой я падла, она идет дальше. То есть она продолжается и дна, в общем-то, не было. Звенящая тишина и начинаешь очень хорошо слышать звук своего сердца, звук своего дыхания. И вот это вот ощущение, как бы, вот именно полета, как будто ты летишь куда-то в бездну, паришь, а вода тебя держит. Ну, это мне сложно объяснить, да, под другими словами. Наверное, это нужно просто испытать. Может быть, какие-то похожие ощущения испытывают космонавты. Может быть. С погружением все-таки было больше двух часов. Это была температура воды 3 градуса. То есть все равно есть некая, ну, как бы, усталость организма от холода. Просто от того, что постоянно нужно работать и с баллонами, и следить за приборами, за компьютером, за показаниями разных датчиков. Поэтому, наверное, было просто удовлетворение от того, что я все-таки это сделала. Ну, и обычная усталость. Я всегда прошу Байкал, чтобы он, ну, как бы, пустил меня к себе в гости. Потому что я считаю, что Байкал все-таки такое священное озеро. И просто так вот погружаться, и с какими-то плохими мыслями к нему приходить нельзя. И перед началом любого своего погружения, там, неважно на какую глубину, я всегда прошу, что, ну, пожалуйста, можно ли я приду к тебе в гости, пожалуйста, прими меня. Нет никакого там ответа такого визуального, да, в виде того, что там волна успокоилась, там, или шторм улегся. Но, тем не менее, это всегда чувствуется, что вода тебе готова принять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова